В мире все происходит циклично, так как я вижу. Испокон веков происходит одно и то же, но с каждым разом просто это все более опасно или более интенсивно. Когда процветает в каком-то части мира демократия, в другой части мира какой-нибудь тиран устанавливает жесткую диктатуру. И когда демократия разрастается до такой степени или прогрессирует до такой степени, что в этой демократии политическая корректность вытесняет разум, вытесняет сенс, в конце концов вытесняет мудрость. И в этот момент вот этот тиран, эта диктатура использует и уничтожает эту демократию. Как бы эта демократия сама себя съедает. И это будь то процветающая демократия в Риме, потом стали брать наемников, потом расслабились люди, тогда приходят варвары и уничтожают этот Рим. Потому что пока в Риме процветает демократия, варвары становятся сильнее. Сегодня в мире, я думаю, происходит то же самое. То же самое происходило перед Наполеоновскими войнами, перед Первой мировой войной, конечно, вот перед Второй мировой войной войной. Не так долго времени прошло после Второй мировой войны, что мы видим, что во время Второй мировой войны были процветающие демократии, как и в Польше, в Франции, в то же время в Германии, в Италии становились более жесткие режимы, которые использовали слабости этих демократий. Был Советский Союз, была Соединенные Штаты Америки, Великобритания. И сегодня, в принципе, опять мы прошли этот цикл. Мы имеем страны, которые очень развитая демократическая система, как в Европе, в Соединенных Штатах, которая начинает уже из-за своей политической корректности уничтожать себя. В то же время у нас опять же есть и Советский Союз, теперь называется Россия, которая может использовать это, будь то в Сирии, будь то в Украине. И это, я считаю, что очень опасная, опасная ситуация. Как остановить такое, как изменить это, потому что кто-то сказал, если ты не знаешь свою историю, ты ее повторишь. Мы знаем свою историю, но мы все равно ее повторяем. Наверное, это такой человеческий, человеческая натура, мы все время хотим решить проблему мирно и спокойно, поэтому хотим чуть-чуть чести. Может быть, если немножко свободы мы отдадим, и тогда получим мир. Если мы чуть-чуть чести отдадим в обмен на мир, и я не помню точные слова Черчилля, он сказал, но если вы будете отдавать честь, менять на мир, у вас не будет ни мира, ни чести. И если вы будете отдавать свою свободу немножко за мир, то у вас не будет ни свободы и ни мира. И мы уже это понимаем, и никто, как в Украине, люди понимают, что подписанные бумажки, подписанные договоры, подписанные резолюции, конвенции, они, в принципе, ничего не значат. Да, подписали, да, гарантировали. Да, Чемберлин махал бумажки, я привез вам мир из Германии, но мира он не привез. И как Черчилл опять же сказал, вы хотите мир, а получите войну. Как остановить таких тиранов, как это предотвратить? Легче, конечно, закрыть глаза или не обращать на внимание на что-то. Ну, сбили самолет, все прекрасно знают, кто сбил, когда сбил, зачем сбил. Ну, что теперь, Третью мировую войну начинать из-за этого? Пытаются решить как-то по-другому. Ну, напал на Грузию. Ну, хорошо, не так уж Грузия важна, ничего страшного, они и без Абхазии обойдутся. Ну, отнял Крым, ну, вводим санкции. Ну, и во второй, перед Второй мировой войной вводили санкции. По-моему, Рузвельт сказал, что он бойкотирует Советский Союз, но морально бойкотирует его. Это за нападение на Финляндию и аннексирование прибалтийских стран. Моральный бойкот. Ну, сейчас какие-то санкции идут. Как остановить такие вещи? Как остановить, когда мир говорит? Ну, да, ну, Хамас, ну, не совсем террористическая организация. Заместо того, чтобы осудить их и за их военные преступления, потому что, когда ты стреляешь по гражданскому населению без перерыва, они стреляют из газа по Израилю, по гражданскому населению, а не по военным объектам, это военные преступления. Легче осудить Израиль, потому что это более безопасно. Заместо того, чтобы осудить Россию жестко, лучше осудить, ну, украинцы тоже не совсем, значит, в этом правы, ну, и Саакашвили тоже не совсем нормальный человек, да? Легче, легче и безопаснее, потому что иметь дело с Хамасом, с террористами, опасно. Они и тебя могут взорвать, к тебе домой приехать. Критиковать Путина, вы сами видите, что случается с людьми, которые его критикуют жестко. Долго они в этом мире не находятся. Поэтому это легче демократические страны и людей с демократическими взглядами их критиковать. Это безопаснее получается. Но таким образом мы у нас потеряем свободу, не получим ее, потеряем честь и все равно получим войну. Продолжение следует...